Заливаем 40-градусной водкой, самогонкой или разведённым спиртом. Ставим на 3 дня в тёплое место, и оно готовое. Хранится оно может до 2-х год, так что заготовлять нужно раньше его. Вдруг сразу пропадает смах, теряется вкус. Я маленькими глотками 4-5 раз за день его глотала. Сначала набирала колточек, держала в роте минуту-две, а потом колтала. Так само и средночек, если становилось неплохо, была боль в мышцах, я тоже по несколько раз колтала в этой смеси. Вода тогда кажется очень плохой. Нужно заваривать чаи и смешивать их из меда, потому что с сахаром оно кажется очень плохое. Также при кашле нужно взять 1 ложку мёда, 1 ложку водки, спирта и самогона, и ложку подсолнечного масла. Это всё взбалтываем и тоже выпиваем по 3 раза в день. За неделю проходит кашель. А также я лечилась, брала тёплую воду, набирала пол чайной ложки лимонной кислоты, хорошо расколачивала, чтобы кислота вся растворилась. Потом набирала третью часть соды, обычно пищевой, и делала шипучку. Это тоже выпивала раз в день, пила я 2 недели. Оно очень хорошо очищает кровь от всяких микробов, и лимонная кислота ещё и разжижает кровь, что и очень страшно при свёртывании крови при этих вирусах. А также я пила грибхо-таблетки, выпила упаковочку. И для профилактики я выпила 10 таблеточек антибиотика, это ампицелин. Ну, я знаю, что раньше лечились, после войны. Он очень слабенький, но для профилактики это я такое пила. Пауза.